Давай, с головы туда отвращай. Да, вот так нормально, плечо. Броски, захват и падение пока одни. Актеры отрабатывают технику боя, другие вспоминают приобретенные в институте навыки. В этом спектакле пригодится все. И умение жонглировать, и перемещаться на ходурях. Держать баланс, рассчитывать вес, потому что у них только прямо стоят ноги, и куда-то пойти в бок не получится, скорее всего, ты завалишься. Поэтому только ходьба вперед-назад, на месте поворот, и пошел еще куда-то. А так больше, наверное, это на равновесии, потому что, в принципе, они довольно-таки устойчивы, и никуда тебя не уронят. Зрителя ждет необычное действие. Спектакль создается в рамках нового сезона арт-лаборатории Международного фестиваля Школы современного искусства «Территория» и программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» компании «Сибур». Это уже третий опыт такого сотрудничества для Тобольской труппы. И пьеса очень необычная. И режиссер Петр Норец с очень своеобразным подходом и к режиссуре, и к выбору материала, и к работе как художник-постановщик. Я думаю, что, ну, как минимум, молодому зрителю, или даже зрителю, который, может быть, никогда не был в Тобольском театре, или редко приходит, я думаю, это будет интересно. Премьера приурочена и к столетию драматурга Фридриха Дюринмата. Проблемы, поднятые в 50-х, по-прежнему актуальны. Правда, миф о Геркулесе в комедийном преломлении оказывается не таким уж героическим. Быть суперменом в современных реалиях непросто. Здесь и политическая сатира, и проблемы экологии. Комедия – это необязательно, чтобы сидеть и, значит, хохотать два часа. Тем более, ну, я стараюсь так делать, во всем находить что-то смешное, что-то грустное. Здесь вполне себе проблема, о которой хотелось бы, чтобы люди по выходу из зала задумались. Театр, в первую очередь, развлечение все-таки. Им нужно развлекать, а уже под, значит, соусом развлечения подавать мысли. Различься и поразмышлять можно будет уже на этих выходных. 11 и 12 декабря состоятся два премьерных показа. Анастасия Терехова, Рустам Рузиев, Тобольское время.